Привет, дорогой зритель, меня зовут Ахтилек Копаров. Сегодня я расскажу вам, как одно гневное сообщение помогло раскрыть нам целую цепочку связей и назначений на ответственные должности. Поехали! Знакомьтесь, это пользователь Facebook Марат Абдулаев. А это то самое сообщение с оскорблениями в мой адрес от 24 января 2021 года. Тут написано «Ты, гондон использованный, удали свой пост». И тут я задумался, может Марат имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гондона, но нет. И поэтому я решил проверить его аккаунт. Это страница Марата Абдулаева в Одноклассниках. На этом снимке, по всей видимости, люди празднуют какое-то событие. И тут мы видим нашего Марата Абдулаева и Орусбека Джапарова. Он родной брат президента Садыра Джапарова. В соцсетях Орусбек Джапаров даже отмечает его как своего лучшего друга. Может быть, именно по этой причине Марат Абдулаев не стесняется нецензурно выражаться. А это уже другое фото нашего героя. Рядом с ним мы замечаем Азамата Муханова. Кстати, в начале августа Азамат Муханов был назначен председателем фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения. И Марат Абдулаев описывает Азамата Муханова как своего друга. И тут я прихожу к простому выводу, что и Марат Абдулаев, и Азамат Муханов, и Орусбек Джапаров хорошие знакомые или друзья. Тем более, у них достаточно много совместных фотографий. Эту фотографию опубликовали в 2018 году. На посиделках видим Абдулаева, Муханова и Орусбека Джапарова. А этот снимок опубликован в 2017 году. Тоже своего рода посиделки. И в кадре замечаем Азамата Муханова и Орусбека Джапарова. Но это еще не все. Идем дальше. Марат Абдулаев опубликовал эту фотографию в 2015 году. В комментариях он пишет, что снимок сделан в 2005 году. И мы полагаем, что тут смогли обнаружить молодых Марата Абдулаева, Азамата Муханова и Орусбека Джапарова. Друзья, благодаря одному сообщению с оскорблениями нам удалось выяснить, что брат президента и новый глава ФОМС Азамат Муханов хорошие знакомые. Теперь давайте пройдемся по биографии Муханова, чтобы узнать, как он поднимался по карьерной лестнице. На своей странице в соцсетях Азамат Муханов отмечает, что учился в Сантажской средней школе. А Сантаж – это родовое село семьи Садыра Джапарова. И согласно его официальной биографии, трудовую деятельность Муханов начал в 2000-х годах на Иссыкуле. А теперь повнимательнее. Садыр Джапаров официально вступил в должность президента 28 января 2021 года. «Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее». И спустя всего несколько дней, то есть в феврале того же года, Азамат Муханов становится главным специалистом управления аудита и анализа затрат Организации здравоохранения фонда ОМС. На этой должности он проработал недолго. Потому что в еле того же года его назначают директором Чуйского территориального управления фонда ОМС. И 3 августа этого года Азамат Муханов уже председатель ФОМС. Дорогие зрители, мы уже вообще не удивляемся кадра о чехарде власти имущих. Назначают на высокие посты своих друзей, земляков, родственников и так далее. Сторонники властей, фейки и троллей скажут, мол, Азамат Муханов всю жизнь работает в этой сфере. Заслужил. Достойный. Тузжалаглабузуклар и так далее. А я отмечу, что Муханов не первый такой человек, чей карьерный взлет совпал с приходом во власть Садыра Джапарова. Например, в 2020 году Садыр Джапаров назначил сразу двоих своих сватов на высокие должности. Трузбека Туменбаева, главой госучреждения УНА, и Таштамбека Хаймазарова, госслужбу миграции. Вы еще не стали президентом Дейд, а уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Инстаграм. Затем в апреле 2021 года другой сват Алмазбек Акматов назначен главой счетной палаты. В этом же месяце, уже четвертый по счету сват, Айдар Адлбеков становится заместителем гендиректора «Востоке Электро». А уже осенью прошлого года еще один президентский сват Аклбек Туменбаев избирается депутатом парламента. И, наконец, 3 августа этого года хороший знакомый или друг брата Садыра Джапарова назначается главой ФОМС. Ну и что я могу сказать в заключении? Кадры решают все. С вами был Актиль Аклопаров и до скорой встречи. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!